здравствуйте с вами интернет-магазина мастерская виллбакс и сегодня мы будем менять аккумулятор на самокате kuga m4 pro на 16 миллиампер часов есть разные модели kuga и у всех собственно разные аккумуляторы вам нужно подбирать на ваш самокат точно такой же аккумулятор как написано в названии у куга как правило на деке написано сколько вольт какая емкость и сколько ватт колесо уже вот по этим характеристикам вы можете подобрать аккумулятор который вам нужен как правило аккумуляторы выходят из строя по нескольким причинам причина это вы его можете утопить если вы катаетесь по лужам в дождь он также может выйти из строя либо когда вы часто там прыгаете с бордюров может произойти и повреждения аккумуляторов также это приводит к разгерметизации банок внутри аккумулятора от этого они могут вообще взорваться и также аккумулятор выходит из строя если вы его на зиму отправили на балкон либо в кладовку и он всю зиму стоит и не заряжается у него аккумулятор полностью садится и он тогда вообще не включится как правило нужный аккумулятор будет по баноч на заряжать это довольно нелегкий процесс и нужно оборудование для этого и некоторые люди просто меняют аккумулятор так что не забывайте если вы зимой убираете ваш самокат на балкон либо в кладовку то периодически хотя бы раз в неделю раз-две заряжать его немножко и тогда аккумулятор у вас не сядет в ноль давайте приступим к замене аккумулятора положим его на бок теперь нам нужно будет здесь открутить один шестигранный винт так мы открутили шестигранный винт теперь просто вытаскиваем переднюю крышку деки у разных моделей передняя крышка деки отличает у более новых моделей это крышка деки она целая и приходится ее снимать полностью то есть откручивать с двух сторон здесь нам нужно открутить этот с одной стороны мы сняли переднюю крышку деки и здесь видим наши провода у нас на канале есть видео по замене заднего крыла на kuga m4 pro ссылка будет в правом верхнем углу и также будет ссылка в описании теперь откручиваем нижнюю крышку деки то мы сняли нижнюю крышку деки теперь наша задача это отсоединить контроллер вот так выглядит питание от аккумуляторов контроллер отключаем его после чего нам нужно сбросить остаточное напряжение для этого мы включаем самокат он включается на секунду и отключается отключаем теперь порт зарядки от батареи все теперь нам нужно снять крышку деки крышка деки прикручен на 14 шестигранных винтов теперь отсоединяем крышку деки и тут у нас располагается наш аккумулятор теперь нам нужно вытащить теперь нам нужно аккуратно просунуть наш провод питания и порт зарядки сняли аккумулятор наш на данном самокате стоит аккумулятор 48 вольт 16 миллиампер часов если вы хотите поменять аккумулятор на большую емкость то вам нужно смотреть его характеристики и особенно вольтаж если вольтаж на аккумуляторе больше либо меньше то вам нужно будет еще скорее всего поменять контроллер еще есть вероятность что придется поменять мотор колесо так как мощность может отличаться напишите в комментариях сталкивались вы с поломкой аккумулятора и как решали эту проблему так теперь приступаем к установке аккумулятора обратно в нашем случае мы устанавливаем наш старый аккумулятор делаем все то же самое в обратном порядке первым делом нам нужно будет просунуть провод зарядки и также просунуть наше питание также не забываем про поролоновые уплотнители все после чего сначала мы закрываем крышку деки после чего затягиваем все вручную все мы установили нашу крышку деки обратно если вы столкнулись заменой аккумулятора и снимали крышку деки да и вообще после покупки самоката желательно провести полный гидроизолятор потому что у крышек деки здесь вообще нет никаких уплотнителей если у других самокатов такие как на инбот и к саоми на крышке деки есть поролоновые уплотнители то на куба никаких уплотнителей нету и то что попадет него вода очень велика вероятность так что лучше провести полную гидроизоляцию так после того когда мы все закрутили нам нужно подключить все обратно первым делом мы подключаем наш порт зарядки и после чего нам нужно подключить питание контроллер после того как вы будете его подключать есть очень большая вероятность что запищит сигнализация так что не пугайтесь после того как мы все подключили нам нужно проверить наш самокат перед полной сборкой для этого нам нужно его включить так мы включили самокат проверяем газ газ работает после чего нам нужно проверить фонарь светодиодные ленты работают поворотники и также работает звуковой сигнал после того как мы убедились что собрали все обратно правильно и у нас все работает теперь приступаем просто к полной и сборке теперь нам нужно будет прикрутить нашу нижнюю крышку дайте маленькую где находится наш контроллер для начала мы убираем все провода трамбуем их но здесь проводов не так много просто смотрим чтобы мы ничего не закусили при установке вот эту вот маленькой пластины опять же вся эта конструкция зависит от года выпуска потому что если старый год у вас может выглядеть допустим самокат вот так вот если у вас новая версия там 21 22 года у них может все выглядеть по-другому все мы закрутили нижнюю крышку дайте теперь нам нужно закрутить переднюю крышку для этого нужно утрамбовать все провода обратно так как это куга у них всегда такой хаос с проводами и ничего с этим поделать нельзя только самому лично перебирать и все укладывать красиво и ровно и все стягивать хомутами так все мы закрутили переднюю крышку она у нас стало хорошо ничего не отваливается ничего не отсоединяет батарея очень легко меняется и и не сложно поменять домашних условиях но если вы боитесь менять в домашних условиях какие-либо комплектующие тут же самую батарею то желательно обратиться в мастерскую с вами был интернет магазин и мастерская вилбакс ставьте лайк подписывайтесь на канал не забывайте писать комментарии всего хорошего